друзья планы поменялись я вам обещала попасть на крепость лана на крепость но я туда не пойду неожиданно вдруг нашелся мой старый друг и мы с ним едем в анухинское ущелье если доедем машина его не застрянет где-нибудь то мы увидим с вами ущелье оставайтесь со мной видите скалы это армянского ущелья это по-моему тоже афон или пригород афона такая деревушка даже не знаю как правильно называть но скорее всего это тоже афон пока что идет вот такая дорога но машина почему-то не хочет идти очень медленно ползет как твоя машина называется не знаю или стесняется сказать вот видим интересно там тоже сдаются номера или нет наверное скорее всего сдаются но я бы не хотела тут жить да и тут сдаются номера представьте сколько идти до моря это мы уже порядочно от моря поднялись ну живут же люди хотят жить именно здесь в том году кстати я по этой дороге 7 километров шла до трех котлов я потом ставлю подсказочку хоть ролик в плохом качестве но между прочим интересно очень если кто желает посмотреть посмотрите а сейчас эти 7 километров мы проедем на машине повезло можно сказать 7 километров я туда шла и 7 обратно 14 неплохо вот подъехали к армянскому ущелью поближе видите скале прямо отверстие вас в пещеру наверно какую-то красиво вот такая дорога ползем как черепашки я пешком наверное быстрее бы добежала какие-то ворота не ворота въезжаем дорога то все хуже и хуже вот мы проехали три котла но мы же держим путь на анухинское ущелье поэтому на три котла не стали пока заходить может быть на обратной дороге я еду и вы не знаете у меня такая истерика машина едет прямо над самой пропастью и меня просто нервный тик узкая очень дорога и я вообще боюсь я уже думаю сижу что лучше я пешком пошла просто очень страшно машина назад едем не может поворот взять ох ребята но я это если мы не доедем до места куда я хочу я обещаю вам я пройду эти сколько там километров 20 туда я нет почему туда обратно 20 всего туда и обратно я пройду пешком если мы не доедем как-нибудь в другой день смотрите все уже уже дорожка над пропастью боже мой все уже уже а вот пропасть вот там пропасть ой вы все равно не увидите ой страшно смотреть страшно смотреть какая там пропасть смотрите какой тут тоже самшиты сказочный лес ой вам очки на борьбу мой какая же там пропасть ой какая же там пропасть смотрите сказка не лес ой мамочке я боюсь самое интересное я вот ребята думаю в машине негде развернуться будет как ехать назад я вообще не предстоит задом я ехать если я вообще сойду с ума просто пойду пешком он едет сам назад вот еще пропасть да конечно не рассчитали на внедорожнике надо ехать в это место куда я хочу попасть ну что ехали мы ехали и наконец-таки приехали а вы наверное не поймете куда мы приехали а мы приехали каменному мосту который вы не можете увидеть потому что нужно спуститься вниз а чтобы спуститься вниз на это у лары абхазаманки не будет сил ни сил ни возможности потому что здесь очень ужасная дорога ребята я не знаю я так хотел спуститься вниз чтобы показать вам этот каменный мост снизу но не получится я не спущу сейчас покажу вам лестницу до которой еще надо садиться на попу и ехать на попе вниз до этой лестнице у меня не получится сейчас лежит я лестницу вам показать ребята волны на лестнице вот надо по этой лестнице спуститься но до этой лестнице надо еще как-то дойти по скользкой дорожке поэтому не знаю что и делать видите к маленький котел с другой стороны посмотрим жалко так хотела каменный мост снизу снять и показать вам ой так страшно мне подходить краю еще котел я на самом краю там еще котел образуется ой как-то душит душится дышится хорошо а вот дальше эта дорога пошла на анухлу деревню весело как у них тут правильно считается мы туда не поедем иначе у меня будет нервный тик туда мы не поедем мы сейчас вернемся назад и увидим еще один каменный мост может там будет легче спуск и я спущусь но здесь нет я не готова спускаться вниз а вот ребята ребята вот он мост сам видите какой красивый когда его строили интересно надо потом почитать сколько лет этому мосту карточка уж жалко как же другие спускались туда ну наверно когда не было дождей и была дорожка это более-менее сухая тогда спускались сейчас я пройду туда и покажу вам эту дорожку если получится там темно так смотрите вот по этой скользкой дороге надо идти вот я вам говорю хоть на попу садись а это дорожка но как бы река река когда дожди льется вода туда в речку вот сухую погоду когда не было дождя можно может было спуститься но сейчас конечно нет даже если я спущусь ну там дальше лестница вот это вы видели какая я не спущусь уже нет ой иду потихонечку иду иду ну ребята если я упаду ой я вижу маленький тросик проволока ну что идти мне я боюсь хотя бы дойти до лестницы хотя бы дойти до лестницы и там может хоть можно будет увидеть мост снизу ой иду иду а если я не смогу подняться назад вот проволока есть держусь за проволоку и иду так 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 иду 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 и куда я приду а дальше по проволоке ребята не обессудьте я думала что я бесстрашная ну я не пойду сегодня туда как-то мне страшно по той лестнице спускаться ну в принципе я может и могу спуститься но только если я не буду это снимать потому что очень неудобно и телефон держать в одной руке и спускаться да видите котел какой еще один котел ну что ребята идти мне а давайте я спущусь но снимать не буду это как я спускаюсь я спустилась до лестницы до этой друг мой кричит не вздумай спускаться волнуется за меня ну я наверное его послушаюсь не буду спускаться вот смотрите мост красиво ой что-то там упало вниз камень интересно а кто этот камень кинул не ты откуда этот камень упал может пока он ушел не послушайте его и спуститься ой ребята я хотела это увидеть я хотела сюда спуститься ой солнышко светит и спустилась вот эта лестница по ней надо будет назад караптаться ну вот смотрите какая красота боже мой как красиво а воздух как дышится тут просто прелесть просто прелесть сейчас немножко пройду туда надо было снять кроссовки лучше босиком походить тут здорово здесь даже красивее чем в трех котлах зачем мне эти три котлы три котла тем более в том году там была здесь красивее как красиво сейчас потрогаем водичку водичка теплая хоть и река горная ну что пройтись туда по ущелью немножко пойдемте скользко надо быть осторожной ну если здесь и упаду ничего страшного главное что я спустилась с этого ужаса видите что образовывают какие ущелья горные реки все все делает все делает природа какой же здесь воздух обалдеть ну что я сейчас сниму кроссовки и буду ходить по этой водичке смотрите смотрите какие каскадики образует река ой наверное вижу мутно все солнце светит в камеру красиво как боже мой я радуюсь как ребенок что я попала сюда и заметьте не платя 200 рублей за вход на трех котлах мы попали сюда сами не платившими за что ой гляньте какое маленькое озерцо боже мой я здесь бы гуляла день и ночь ночь конечно нет обманываю смотрите какое зеленое озерцо это просто вообще класс а как же мне пройти туда дальше он друг мой прошел как-то не разуваясь не понимаю как он прошел туда сейчас попробую не понимаю как вы видите этот изумрудный цвет я в восторге наверное вот здесь он шел я пока ребята временно отключусь потому что наверное с телефоном я тут не пройду сейчас сниму вот этот каскадик маленький ой как классно вы знаете лестница это фигня по которой я спускалась вот чтобы пройти по этой стене с телефоном в одной руке это было нечто можно было подскользнуться сюда я даже не знаю какая там глубина какую глубину котлейки образует ой ну я прошла иду дальше иду дальше но я так и не сняла кроссовки наверное без кроссовок будет скользко наверное гарантия упасть будет больше еще один каскадик еще одно зерцо я не могу я радуюсь это просто какое-то чудо природы идем дальше идем дальше идем дальше сейчас мы вот опа мои штаны белые все зеленые пока по этой скале пробиралась но ничего страшного главное что я здесь и в этом месте вся грязная вся грязная ну ничего ничего идем там еще одно озерцо каких тут три котла тут двадцать пять котлов вообще классно ребята я в шоке от этой красоты дорога была нервная потому что на минивэне конечно сюда добираться сложно нужен мне дорожник так а как же дружок прошел туда скажите мне он исчез куда то вообще как он залез туда как он прошел где он есть вообще он меня оставил одно что ли нет как он вообще залез туда и прошел я не понимаю теперь придется его ждать а я туда точно не попаду ребята не попаду интересно какая глубина этого озера плавен что ли плыл туда вода безумно зеленая так ребята я уже что-то боюсь куда он исчез и как он прошел я не могу понять отключусь ненадолго что-то я уже паникую ой ребята вернулся друг и помог мне подняться через вот это озерцо сейчас покажу как я ползла мне помог держал за руку в общем вот тут вот я по верху по верху лезла вот по верху лезла чтоб обойти вот это озеро видите какие каньоны маленький каскадик а там еще есть каскадик и дальше есть но идем дальше идем дальше друга я не снимаю он рядом со мной меня контролирует стеснительный на камере не хочет появляться ему жениться надо а то увидят кто-нибудь из абхазских девушек и не женятся то и замуж не выйдет за него поэтому пускай не показывается нам ему надо жениться еще смотрите какая красота ой красиво ребята абхазаманы напишите мне был кто-нибудь в этом месте ну про три котла я молчу а меня интересует анухинское ущелье и каменные мосты бывал здесь кто-то если не бывали рекомендую посетите это место это обязательно ой сейчас я вам покажу такую красоту обалдеть вот там там высоко водичка идет вот я бы хотела раздеться и под этим русиком искупаться а почему я не взяла купальник я даже не догадалась как классно ребята сейчас я отключусь я хочу здесь сфоткаться прелесть просто прелесть сейчас еще раз покажу не знаю как назвать это водопад не водопад еще вот там самый верх и вот такая высота сколько здесь примерно высота будет метров десять или больше как ты думаешь тридцать сорок ну не знаю наверное что-то напоминает шакуран только камня внизу нет на которые спадает эта водичка я даже спать танцую тан-парам-парам-парам-парам-парам я неописуемо рада моим эмоциям нет предела рекомендую посетить это местечко просто кайф просто супер я очень рада что приехала сюда ну а мы сейчас пойдем назад дорога сложная через эти валуны хоть бы не навернуться скользко очень оставайтесь со мной нас ждет второй каменный мост в этом ущелье я когда снимала этот мост в начале светило солнце и вам наверное не видно его было вот сейчас солнышко село я вам покажу его еще разочек он оказывается был построен в тридцатых годах а вот с кем построен не знаю но какая красота все-таки какие классные мосты строили в Абхазии на кирпичиках сложен из кирпичиков и не разрушается столько лет прошло и машины по нему передвигаются и мост не разрушился может он на яичной скорлупе построен этот мост как раньше какие-то века вот что значит на совесть сложена не то что сейчас у нас ляпают тяп-ляп и разваливаются мосты не пройдет и года прелесть и не мост друзья мои подошла ближе к мосту это не кирпич это камень камень врунишка я можно было прогуляться и дальше вот туда по этому ущелью но хватило в полна нам дороги сейчас придется вот по этой лестнице назад ну по лестнице мы точно поднимемся а дальше дорога посложнее она скользкая очень надо быть очень осторожным чтобы не скатиться вниз и и и подъехали ко второму мосту но он если ехать от трех котлов он первый как раз таки мы сначала поехали на второй мост на обратном пути здесь остановились но к этому мосту спуска никакого нет и я вижу что и показать вам его не удается он весь зарос совсем ничего не видно ребята получается я вам только их пропасть то могу и показать а моста как такового и не видно но он есть он есть жаль только вот никак вам его не показать сейчас попробую немножко нет не увидите вы ребята также как тут пытаюсь наклониться бесполезно никак его не увидеть может быть с другой стороны вот там видно немножко основания его никак не удается вам этот мост показать ну покажу вам пропасть под мостом видите что образовывает река сейчас а здесь пересохла сейчас мы с другой стороны посмотрим что там тут вообще все заросло ничего не видно сейчас с другой стороны попробую может быть будет видно но сомневаюсь вот тут немножко видно главное мне не упасть в пропасть вот арочку покажу он как страшно и на самом краю стояла вот еще немножечко дальше отойду вот он ну думаю первый наш мост и путешествие под ним было куда более интересным ну все поедем назад ребята вот три котла я вам покажу на обратном пути это не вот как он называется сказать будочка там продают билеты на три котла и стоит 200 рублей ну где были мы это намного красивее и а а вот в вот 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 iteration